Заброшенный рудник В результате взрыва образовался провал, а на дне его озеро. Немногочисленные подводные экспедиции так и не смогли выяснить его глубину. Цель нашего приезда – совершить здесь погружение и постараться проникнуть в систему шахт, сохранившуюся ниже уровня воды. Немного времени на подготовку и вперед. Единственный путь к озеру вдоль ручейка, протекающего по дну полуразрушенной штольни. Зимой здесь все покрыто метровым слоем льда, что значительно упрощает заброску к месту погружения. Сейчас начало весны, лед быстро тает и продвигаться приходится то по колено, а то и по пояс в мутной воде. Пожалуй, впервые пришлось одеть пидро-костюмы так задолго до погружения. Идем осторожно ощупывая ногами дно штольни. Когда-то здесь проходила узкоколейка, с навалей вагонетки, вывозя руду. Сейчас сохранились лишь остатки шпал, создавая дополнительные трудности при продвижении. Да и баллоны аквалангов не упрощают ходьбы. Но все когда-нибудь заканчивается. Неожиданный свет в конце туннеля говорит, что путь наш подходит к концу. Открывшаяся панорама оправдывает все трудности заброски. Вертикальная стена со всех сторон окружает озеро, скрывая его от глаз случайных посетителей. Осторожно выходим на еще не прочный весенний лед. Как глубоко под воду уходят эти скалы? Точного ответа еще никто не дал. Невольно задумываешься о силе взрыва, прогремевшего здесь более полувека назад. Ныряльщики, побывавшие здесь до нас, заботливо оставили готовую майну. Первый этап пути завершен. Дело осталось за малым. Погрузиться в темные незнакомые воды Туимского провала. Вся наша импровизированная экспедиция в сборе. Заключительное приготовление. Необходимо проверить каждую деталь снаряжения, каждый карабин, каждый узел. В погружениях под воду не бывает мелочей. Даже самые рисковые водолазы не любят рисковать понапрасну. Тщательная подготовка к погружению – ключ к его успешному выполнению. Водолаз связан с поверхностью тонким страховочным фалом. Он, как нить ариадный, укажет ему обратную дорогу, повинуясь чутким рукам обеспечивающего. Пузырьки выдыхаемого воздуха пробиваются через весенний лед, как бы говоря, что там, в этом странном и незнакомом мире, все в порядке. Скалы под водой продолжают свое вертикальное падение. Вода разрушает камень намного медленнее, чем ветер и температура на поверхности. Здесь можно встретить острые, необработанные края, ощетинившиеся навстречу медленно плывущему Ахулангисту. Полное отсутствие жизни напоминает об искусственном происхождении этого странного водоема. Нигде не блеснет рыбья чешуйка, не шелохнется зеленый листок. Каменное царство. На дне явный результат обвала – каменный хаос. Даже затонувшее когда-то дерево кажется здесь невиданным пришельцем, нарушая неповторимый ландшафт. Камни всех форм и размеров. Камни сверху и камни снизу. Камни со всех сторон. Создается впечатление, что погружаешься в огромную затопленную пещеру. Пещеру, у которой нет ни входа, ни выхода. Нереальность окружающего мира на секунды заставляет забыть о действительности. Пора возвращаться. Пора покидать этот ни на что не похожий мир, созданный по чьей-то неведомой воле. Каменный хаос остался внизу, ожидая следующих гостей. Страховочный фал равномерно выбирается на поверхность, послушный, опытный руке оставшегося наверху товарища. А здесь все по-старому. Нависшие над майной скалы равнодушно наблюдают за происходящим. Готовится вторая группа. У нас новая задача. Разведывательное погружение прошло успешно и наша цель проникновение в подводную штольню и видеосъемка. Все снаряжение в сотый раз проверяется и перепроверяется. В сотый раз обсуждены все детали погружения. Если под водой что-то пойдет не так, винить нам остается только себя. Погружение под воду часто напоминает выход космонавта в открытый космос. Уже очень много похожего. Мрак, тишина, невесомость. Видимо, это заставляет тысячи людей по всему миру надевать баллоны, свинцовые груза, ласты и отправляться в этот недолгий, но такой захватывающий космический полет. Видимо, всем нам надо время от времени оставлять Землю с ее шумом, суетой, притяжением и выходить в открытый космос. Вот и дно. Как поверхность неисследованной планеты. Эта поверхность покрыта толстым слоем ила. Ил здесь основная опасность. При любом неосторожном движении он поднимается огромными клубами, грозя полностью испортить видимость. Медленно и неторопливо мы продвигаемся вперед, исследуя ровные стены озера. Скоро должен появиться вход в шахту. Цель нашего погружения. Наши нити рядны всячески мешают, упрямо стремясь запутаться в нас и нашем снаряжении. Но без нее нельзя. Выход появляется неожиданно. Секундная остановка, чтобы собраться с мыслями и окончательно убедиться в своей готовности шагнуть в зияющую темноту. Стараешься свыкнуться с мыслью, что от поверхности тебя отделяет не только слой воды и ледяной панцирь, но и многометровая толща породы. Ну что ж, назвался с пелиоподводником «Полезай в пещеру». Мистическое место. Следы исчезнувшей цивилизации. Медленно пробираемся вперед. Здесь когда-то работали люди, раздавались звуки голосов и гулы инструментов. А сейчас здесь люди плавают. И неожиданно ловишь себя на мысли, что на душе приятно от сознания того, что эти люди мы. Ход Штольни продолжается и теряется в темноте. Ужасно хочется двигаться дальше. Но неумолимые приборы говорят, что пора поворачивать назад, чтобы, возможно, когда-нибудь опять вернуться. Как мы ни старались, но наши ласты подняли мут со дна и стен подводного тоннеля. Страховка теперь оправдывает себя. Без нее выбраться назад было бы невозможно. Становится понятно выражение. Самая красивая часть пещеры – это выход из нее. Полет завершен. Пора наверх к Солнцу и Свету. Как настоящие космонавты, мы всегда возвращаемся на Землю. В наш мир такой знакомый и привычный. Кюрина. Кюрина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok